Эпизод 48. Шанс. 31 декабря. Яхта Розалинда. Сан-Тропе. В ожидании время тянулось нестерпимо долго. И за два часа своих наблюдений я успел прикончить сыр, банку оливок, весь сухой хлеб, выпить бутылку вина, полакомиться остатками шоколадного мороженого и выпить пару стаканов виски. Тем временем за окном совсем стемнело, но свет в салоне-гостиной я решил не включать, чтобы не привлекать внимания. В общем-то в этом и не было нужды, ведь многочисленные огни яхты сына-посла своими отблесками освещали все ближайшие яхты, включая и Розалинду. Я посмотрел на часы. Восемь. На мостках стали появляться первые гости. Приподнявшись, я навел на них бинокль. К входу подошла группа женщин арабской внешности в ярких вечерних платьях. Улыбаясь и жестикулируя, они стали проходить на яхту. В руках у них белели какие-то карточки, из чего я заключил, что пропуск на вечеринку был все же по приглашениям. С дресс-кодом тоже все было ясно. Я опустился на диван и, откинувшись на подушке, обвел задумчивым взглядом салон. На глаза попался конверт с адресованным миссио Моро-письмом. Взяв его со стола, я, размышляя, стал крутить его в руках, и вдруг меня озарило. А что, если попробовать пройти на вечеринку в одну из таких групп? Чем больше в ней людей, тем меньше внимания охранники обращают на то, кто с приглашением, а кто без. Я бы мог держать в руках что-то белое, например, листок бумаги, карточку или вот этот конверт, подумал я. По форме, а также своим размерам, он очень походил на приглашения, которые были у женщин из только что прибывшей группы гостей. Я тут же поднялся с дивана и снова навел бинокль на вход яхты. Поток прибывающих гостей заметно увеличился. Отложив бинокль, я расстегнул сумку и, вывалив из нее на диван свои вещи, стал быстро раздеваться. Перепробовав несколько вариантов, я одел белую рубашку, брюки от смокинга и темно-синий бархатный пиджак. Выглядело стильно, элегантно и вместе с тем представительно. В этот раз волосы я решил не зализывать гелем, подумал, что кудрю будут выглядеть более невинно, что увеличит мои шансы на успех. Я сунул конверт с письмом в карман и спустился на нижнюю палубу. Подойдя к стеклянным дверям, кинул взгляд на мостки. На них перед входом на яхту сына-посла толпилась очередная группа гостей. Отдернув пиджак, я вышел из своего укрытия и направился вниз по трапу. Продолжение следует...